Белореченский район расширяет сотрудничество в культурной сфере со своими соседями. Благодаря подписанному между администрацией района и Северокавказским филиалам Музея искусств народов Востока соглашению, ученики белореченских школ смогут посещать музеи столицы Адыгеи. О первом визите нашей делегации и первых впечатлениях Наталья Колесникова. Первыми экскурсантами по Северокавказскому филиалу Музея искусств города Майкопа стали учащейся гимназией вместе с главой Белореченского района. При встрече с Большим искусством они сразу могли убедиться, что посмотреть здесь безусловно есть что. Как раз в эти дни на первом этаже проводится выставка, привезенная из фондов Государственного музея Востока, где представлены туркменский текстиль, керамика, медь, а сама экспозиция названа в честь животного, которое приносит благополучие государством Востока – корабль пустыни. А на втором этаже выставлены дизайнерские работы известного в Адыгее художника-модельера Юрия Стаж. В его коллекции свыше 50 костюмов и панно. Их всех объединяет тема толерантности, мира и согласия между народами. Белое платье посвящено Зимней Олимпиаде, зеленое – как символ Республики и защиты экологии. Названием этого костюма, увешанного пулеметными лентами, автор задает зрителю вопрос – чего хочет этот безумный мир? Другое платье-символ Юрий Стаж посвятил погибшим, выполняя свою работу представителям прессы. В знак благодарности тем журналистам, которые в искусстве жизни добывают правду. В следующих залах школьники могли посмотреть более старые экспонаты. Археологическая экспозиция древности Долины Яблонь перенесла зрителей на тысячелетия назад. В следующих залах – работы современных художников и виртуальные экспозиции, позволяющие увидеть лучшие произведения мирового искусства. Как говорят современные гимназисты, для себя здесь они открыли много интересного и до сей поры неизвестного. Вот эти абстракции, приславленные детскими художниками, они необычные и вызывают эмоции, сразу же позитивный настрой. В общем, очень прикольно и нам понравилось. Все вот эти археологические находки, они помогают увидеть быт людей, как они жили. Это, во-первых, для общего развития полезно, во-вторых, например, люди, которые поступают на исторические факультеты, или что-то тоже связанное с археологией. Нам рассказывали об украшениях, об их небытии, и нам очень понравилось, когда рассказывали про зеркала. Но в те времена были не такие зеркала, как сейчас, было в основном медь и железо, и делали округлые формы. И очень сильно их натирали, чтобы видно было свое собственное отражение. Под впечатлением от экскурсии остались не только дети. Я лично сам нахожусь в таком шоковом состоянии, стрессовом, приятном от увиденного. Я сегодня благодарен в очередной раз всем, кто нам сегодня здесь организовал это посещение. Ну а для детей, конечно, я думаю, что станет добрая традиция. Мы договоримся о регулярном посещении нашими учениками этого музея, этого культурного центра. И кое-что из увиденного в Майкопском музее Иван Имгрунт пообещал взять на вооружение. Ведь нашему краеведческому музею требуются площади для создания новых экспозиций. Сейчас решается вопрос о новом здании, которое будет соответствовать сохранности экспонатов и способствовать развитию культуры. Наталья Колесникова, Артем Кузьмин. События и люди.